Ну вот и подошло время для замечательной программы Ефима Фиштейна Похищение Европы Здравствуйте, Ефим Добрый день, Сергей Ну что, начнем, наверное, с каких-то европейских телодвижений Телодвижения, это вы правильно сказали Дело в том, что телодвижения какие-то есть Жизнедеятельность подспудная продолжается в Европе Но на поверх события особенно не попадают Просто Европа по-прежнему занимается только своими ковидными делами Причем здесь нужно отметить, что чем круче становятся меры предохранительные То ли превентивные, то ли наоборот лекарственные, лечебно-медицинские Тем больнее чувствует себя эпидемия Тем больше заболевших и прочее То есть это идет рука в руке Хотя объяснений ни у кого нет Обычно говорят, раз мы не переломили ситуацию Ну значит меры были не слишком строгими Значит надо ужесточить И так это идет по кругу Короче, но я не стану вас утомлять ковидными делами В Америке они тоже есть Я начну, пожалуй, с такого облегченного материала И это было облегченное несколько темы Чтобы не грузить вас тяжелыми политическими рассуждениями Мне сегодня позвонили из одной редакции Не стану даже говорить какой Но с вопросом, что я думаю О пьесе Карел Чапек Я специально произношу это так медленно, чтобы все сориентировались Карел Чапек знаменитый, замечательный чешский писатель Первой буржуазной республики времен Он по всем смыслам, во всех отношениях очень интересный Но я не стану уговаривать Кто не читал, не может этого знать Так вот, ровно сто лет назад Потому и звонок Сто лет назад впервые была поставлена его пьеса Р.У.Р Многие россияне произносят ее как РУР Полагая, что она имеет какое-то отношение К немецкому промышленному региону РУР Ничего подобного Это аббревиатура И означает она Росумов Универсальный робот Р.У.Р Если кто-то Решил, что слово робот Имеет отдаленное отношение К чехам и к чешскому языку То заверяю, что нет Карел Чапек и был тем человеком Который впервые ввел в литературу И в мировые языки Во все мировые языки Понятие робот Именно как автоматизированный Универсальный механизм Почему робот? Это ему подсказал его родной брат Йозеф Хороший художник Погибший в германских концлагерях Чуть позже Карел Чапек умер Не дождавшись Концлагеря еще Он ему подсказал Что есть Хорошее Чешское И даже славянское слово Робота Не работа А работа Робота это тяжелый Подневольный труд Как правильно на полях На плантациях И звучит Это по-славянски В то время как Карел Чапек пытался вспомнить И применить слово Лейбор Труд По-английски Это выражение слова Казалось ему неблагозвучным И неинтересным А вот робот подошел И с тех пор Дорогие радиослушатели Слово робот применяется Во всех языках Робот Но конечно Дело здесь не в этой Выдумке писательской Не в придумке нового слова Ставшего Универсальным для всех словарей Как и это понятие Универсальный робот Дело не в этом Когда меня спросили Что я об этом думаю Повторяю Столетия Сейчас Вот именно В январе месяце Столетие со дня Постановки В первый раз Этой пьесы На первый взгляд Поверхностно Ну речь идет О Классическом Бунте машин Так это В научной фантазике Фантастики Именуется Понятие Восстания Каких-то Совершенных Достаточно совершенных Возможно Снабженных Интеллектом Машин Которые Размножившись В большом количестве Начинают Войну с человечеством И во всех этих Во всех этих Литературных Произведениях Как правило Побеждают Машины Но я заверил Слушателей Что в данном случае Речь идет Не о бунте машин Хотя поверхностно Конва Вроде бы Та же самое Речь идет О большем О том Что имеет Непосредственное Отношение К вам Вы удивитесь К Америке Имеет отношение К тому Почему Америка Сегодня Выглядит Я бы сказал Так неприглядно И даже Непристойно Быстро Превращаясь В какую-то Страну Где произошло Как я говорю Одержание Где происходит Разруха Почему Это все происходит Да потому что За ориентир Взято Совершенно Неправильная Этика Неправильные Установки И вот эти Установки Не ведут В желаемый Обещанный Рай В Сияющее Будущее В сияющие Высоты Завтрашнего дня Нет А ведут Именно туда Куда сейчас Бодрым шагом Направляется Америка Почему Дело в том Что события Этой книги Карла Чапека Карела Чапека Происходит На этом Острове Где Находится Фабрика Этого Фабриканта По имени Которого Первая буква В этой Аббревиатуре РУР Так вот И там Производят Эти машины И появляется Очень Социально Мыслящая Очень Сочувствующая И вообще Чувствительная Тактичная Полная добра И света Женщина У нее Высокое положение Это дочь Президента Хелена Елена Скажем по-русски И вот Она проникается Симпатией И сочувствием К этому Бесконечному Количеству Автоматизированных Машин Роботов Она Исходит из идеи Равенства Ей мало Достоинства Достояния Ей равенства нужно А машины Эти Роботы Явно не равны С человеком Не равны Человеку Не имеют Равного положения С ним Они лишены Души Они не могут Чувствовать Любить Сострадать И Разумеется Завидовать И разумеется Стремиться К господству Стремиться К власти Стремиться К тому Чтобы покорять Других Этого-то Человек Милостивый Человек Добрый Восприимчивый И очень Чувствительный Не додумывает Никогда И вот она Делает Роковую Ошибку Которая Кстати В самой пьесе Даже ошибкой Не названа Она Озадачивает Талантливейшего Инженера Вот этой Задачи Дать Роботу Душу Так Сварганить Его составные Части Чтобы он Начал Чувствовать Ну а робот Начавших Чувствовать Вот где Таится Не в Бунте Машин Простом Размножении А в том Что он Начинает Чувствовать И он Начинает Чувствовать Все Я эти Чувства Пересказал И разумеется Рано или поздно В нем Возникает Одно Серьезнейшее Чувство Это чувство Обиды Это чувство Обиды На этот мир Где почему-то Правят Люди А роботы Должны им Подчиняться И выполнять Всю Грязную Работу Что называется Трудиться На полях И в цехах Хотя У них уже Тоже есть Душа И они Требуют Уже Равенство С людьми Ну Не стану Досказывать Вы понимаете К чему это Но еще один Два шажка Промежуточные Этапы И все И они уже Там И роботы Уже хотят Властвовать Над людьми Потому что Люди Вооружившись Дурной Неправильной Губительной Этикой Ложного Гуманизма Сами Отдали им Своё превосходство Свои преимущества И роботы Стали этих людей Гнобить И люди Стали трудиться На роботов Как Рабы Понимаете Вот Эту разницу Между просто Бунтом машин И Приравнением Из чисто Из симпатии Сочувствия И других Человеческих Качеств Вот Где таится Ошибка И она уже Совершена В Америке Все эти Речи Все это Благолепие О том Как мы Как все Будут равны Со всеми Я снова Повторюсь Из прошлой Передачи Равенство Это отсутствие Свободы Свобода Не признает Никакого равенства Иначе все равны И это раз и навсегда Там нет Места для Какой-то свободы Потому что Свобода Нас возвышает Равенство Нас уравнивает Но что еще Равенство Может делать Оно уравнивает Где есть Уравнение Уравниловка Там свободы Не нужно Поэтому В Америке Это происходит На наших глазах Хорошо Отговорившись На легкую Тему Перейду К более Сложной Тяжелой Вы знаете Что некоторые Правители Европы И не последние В этом ряду Меркель Канцер Германии Макрон Президент Франции Некоторые другие Осудили Осудили Вот этот бойкот Который объявили Социальные сети Вы знаете Их название Твиттер и прочее Фейсбуки Всякие Ютюбы Объявили Американскому Президенту Трампу Они сказали Эти Представители Высшие Что как-то Получается Нехорошо Они осудили Кстати Не в каких-то Радикальных И резких Словах И вообще Не произносили Слово Цензура Они говорили О том Что Свобода Слово Является Основополагающей Ценностью Демократического Общества Основополагающей Это надо Осознать Есть много Второстепенных Вещей От которых Можно и отказаться На время Можно отказаться Но бывают Разные времена Экономический Кризис Война Где-то Можно ограничить В правах Не давать Выезжать Или наоборот Всяко Бывало В истории Но Ценность Свободного Мнения Не случайно Оказалась Первой поправкой Американской Конституции И вот Та же логика Которая вела Этих Якобы Гуманистов К тому Чтобы наделить Робота душой И сделать его Равным человеку Та же логика Вела и к тому Что Ну не всякого А же слова Свобода Послушайте Кто-то же должен Определять Есть слова Плохие Есть слова Хорошие Есть слова Добрые Гуманистические Их надо Им надо Помогать Их надо Продвигать А плохие Слова Дурные Слова Всякие Их надо Задвигать Так вот Любопытно Вот что Не Меркель С Макроном Те Чего Так Тихо Пробубнили Высказались А вот Либеральная Братья Пишущая Наша Братья Она не дала Спуску Она кстати Не объяснила Почему это Она вдруг Выступает Против таких Светил Либерализма Как Макрон С Меркель Защитник Но она оказалась С ними в конфликте Потому что Она доказывает Охотно Аргументированно Что Есть право У этих Монополий Надо сразу сказать Мы говорим Сейчас не Не о социальных Сеточках А о сетях В которых Мы все бьемся Как рыба На воздухе О праве Их Определять Свою политику По отношению К нам И решать Что есть Допустимое А что есть Недопустимое Я не хочу Быть банальными Рассказывать Слушателям Которые живут В Америке Что в этих же Сетях Есть богатая Допустимость И богатая Свобода Слова для других И это Нередко Могут быть Даже И проявления Ненависти Ну разве Аэтала Хоменеи Из Ирана Который требует Сиюсикундного Сейчас просто Уничтожения Израиля С Естественно Миллионными Жертвами При этом Процессе Освобождения Разве Его слова Полны любви Нет Они полны Ненависти Но они Так сказать Еще укладываются Укладываются В рамки Допустимого В рамки Приличия Как его Понимают Эти Издатели Владельцы Главным образом Вот этих Сетей Это один Аргумент Им Не хочется Думать Что можно Не допустить Скажем Того же Самого Хоминей Или Американских Ненавистников Человека Ненавистников Ну скажем Отрицателей Голоковства Вы смело Можете На ютюбе Найти Так сказать Авторов Ставящих Под сомнение И вам будут Доказывать Очень аргументированно Что такое 6 миллионов Погибших Какая-то Странная Странная Цифра И почему Она такая Круглая А что если 6 500 тысяч А что если Наоборот 5 миллионов С чем-то Ну короче Вам будут Доказывать Нечто На ютюбе И на фейсбуке Допустимое И на твиттере Зато недопустимыми Оказывается Например Простое Сомнение В честности Прошедших Выборов Уже Усомниться Значит Подвергнуть себя Каким-то гонениям И быть запрещенным В этом ютюбе И что же Говорят нам Либеральные Единомышленники Наши Они говорят Позвольте Но это же Частная лавочка Это его бизнес Если Цукерберг Или этот Дарси Если они Этот бизнес Основали Он им принадлежит Он может вас Пустить К себе Домой А может не пустить Крайне Нелепое Утверждение Которое Вообще Не держит Никакой критики Потому что Социальная сеть Это общественное Пространство Общественное Мы Вступающие В эти сети Становимся Собственностью Этого человека Если ему Принадлежит Все Ему принадлежат Эти Машинки Вот эти Самые Универсальные Роботы Может быть Которые Создают Техническую Сторону Решают Техническую Сторону Процесса Они ему Принадлежат Но значит ли это Что ему Принадлежит То виртуальное Пространство Которое Занято Нами Кстати Мы же Заполняя Это пространство Своими Судьбами Своими Виртуальными Историями Своими Мыслями Мы Заполняем И что же Нам нужно Смириться С тем Что Мы в эту секунду Становимся Собственностью Цукерберга Или Дарси Или других Собственников Средств Производства Вот этих Средств Производства Этого же Мы не Подписывали Что мы Сами Окажемся Тем материалом Которым Он владеет Он нам говорил Что у него Только станки Только машинки Какие-то Роботы А оказывается И мы Вступим В это Становимся Его Собственностью И он Вправе Нас Вычеркнуть Из жизни Мнения Наши Забанить Какие-то Вот Трагическое Непонимание Либеральных Профессионалов Журналистов Которые пытаются Найти Заковыку Найти основания Для того Чтобы одного Запретить К общению Его же запрещают Не в газете Чтобы он А к общению С другими Ему подобными С друзьями Например Он не может Докричаться До друзей Уже Так вот Мы По их мнению Превращаемся В собственность Этих людей Этих Несколько Буквально Человек Этого С этим Смириться Невозможно Если кто-то Скажет Ну вы же Можете Перейти на Другую Платформу Мы сейчас Попробовали Мы посмотрели Что получается И оказалось К нашему Вязчему Изумлению И это было Большое Изумление Что все Подобные Платформы Уже Повязаны Оказывается Они На каких-то Серверах Прошу прощения Которые Принадлежат Кому-то А через Кого-то Они принадлежат И серверы Принадлежат Каким-то Банкам А банки Опять же Принадлежат Тому же Цукербергу С Дарси Что же Получается А получается То что Они Скажем Той же Сети Телеграм Дурова Они Сказали Если вы Не начнете Вводить Цензуру Называется Очень Пристойно Не начнете Модерировать Контент И удалять Из него Все Что попадает Под наше Определение Пропаганды Ненависть Повторяю Речи Боевиков Из БЛМ Или Антифы Не попадают Под определение Ненависти А кто его Составляет Кто его делает Кто определяет Да опять же Те же самые Анонимные Владельцы Не обязательно Владельцы Всего предприятия Но он назначает Своих анонимов И анонимы Определяют А вот здесь Ненависти нет Здесь всего Всего отрицания Уничтожения Шести миллионов А вот здесь Может быть Я Снова Напоминаю Определение Твиттера Не контент Важен А важно То как ваши Слова Могут Кем-то Восприниматься Твиттер Прямо Указал Что некоторые Выражения И высказывания В Твиттере Могут Некоторыми Людьми Восприниматься Как призыв К ненависти Ну извините Люди Самые разные Некоторые Сидят В стихушке Из-за того Что воспринимают Неправильно Но тем не менее Если кто-то Может воспринять вас Неправильно То забаним мы Не его А вас Который пытается Что-то кому-то Сказать В общем Вот в таком Странном мире Мы оказываемся И их совершенно Не смущает Что их же Идолы На которых Они молятся Я имею ввиду Сейчас Говоря их Я имею ввиду Этих Либеральных Тоже мыслителей Которые В газетах Имеют Несравнимо Больше места Чем вы Так вот Их не смущает Что стоило бы Им покритиковать Все-таки Ту же Самую Меркель И того же Макрона И президента Мексики Который Присоединился К кропкой К критике Как же понимать Они что Не дошли Не доросли Еще Не созрели Для понимания Того Как это понимает Твиттер Тот же самый Нет Ну конечно Их критиковать Не станут Вообще Для ясности Сейчас Предмет Журнальной Литературы Или журналистики Вообще Не Полемика И вообще Не фактография Не факты Сейчас мы Понимаем Что давно Журналистика Выразилась Сначала В журналистику Мнений Вообще Своих Собственных Редакционных А потом Журналистику Умолчания Смысл Журналистики Сейчас Смысл Вообще Коммуникации Не в том Чтобы что-то сообщить А наоборот Чтобы о чем-то Умолчать Так возможно Что так может Быть И мы это видим Что может Пройти три месяца Скажем С исчезновения Директрисы ЦРУ Джины Гаспел Если я не ошибаюсь Ее имя Джина Гаспел И она три месяца Назад исчезла Не появилась Но ни одному Из Инвестигативных Журналистов СНН Которые Добывают Все сложнейшие Бумаги Со стола Адвокатов Трампа Просто Выкрадывают Их просто Они же лежат На столе Без прикрытия Так вот Им не пришло В голову Попытаться У кого-то Выяснить Где это Директриса ЦРУ Где она скрывается В чем проблема Почему мы ее не видели Ее бы вытащить В студию СНН Да показать Нет Это считается Несущественным Точно так же Как вам Пять раз Расскажут о том Что Кто-то украл У Нэнси Пелоси Лэптоп Потом Застрелился Видимо Терзаемый Терзаемый Своей Черной Совестью Потом Какая-то Женщина Куда-то Унесла И вот На этом Заканчивается Скорее всего И даже более того Хотела продать Путину Об этом Заявил Сосед Слышавший В душе Другого Соседа И все И вы получаете Штамп На всю жизнь Что Кто-то Хотел Продать Лэптоп Пелоси Путин Но не продал Этот акт Сорван И здесь Заканчивается Точку Все Если вы попытаетесь Простите А где же Этот самый Лэптоп Ну где он Сейчас Должны же быть Сведения Это же не Иголка Вкупе сена Нет Вам скажу А зачем Это вот Мы дошли до точки Помните Только до точки И все Дальше вам знать Не обязательно Это журналистика Умолчаний Элегантных Умолчаний Обо всем О чем Вам знать Не положено Это То болото В которое мы Вползаем Зажав еще Может быть рот Но еще Держа открытым нос Пока еще Хорошо Давайте мы сделаем В этом месте Небольшой перерыв Буквально Несколько минут После чего Вернемся Обязательно продолжим Возвращаемся В программу Ефима Фиштейна Похищение Европы Телефон в студии 847 4005 200 Если у вас Будут вопросы Или желания Поделиться Своим мнением Милости просим Звоните Значит То о чем Вы говорили В частности О цензуре Это Вещь действительно Довольно страшная Причем Самое страшное Что значительная Часть населения Когда Так сказать Нас Тех кто не придерживается Леворадикальных взглядов Нас вычеркивают Из списка живых Запрещают нам Делиться своими мыслями Делать посты И так далее И так далее Не говоря уже о том Что президента Трампа Там просто Во всех заблокировали И началась Массированная Так Если бы Вот в этот период После 6 января Вы включили Любой телеканал Там ABC CBS NBC NBC CNN Безапелляционные заявления О том Что Трамп Подстрекал К государственному перевороту Опровержен Где-то никому не дают Ни фактов Не привести Ни рассказать О том Что посмотрите Ребят Ну вот ФБР арестовала Одного из лидеров Там Из штата Юты Белла Который Который сказал Что я просто хотел Наблюдать Снимать Что происходит Это ни для кого Не имеет значения Это не говорят По CNN Об этом не говорят Ни MSN CD Или DC В общем Я всякий раз Возвращаюсь К мысли К вопросу К такому Как же так В 30-е В 20-е В конце В 20-е 30-е годы Одна из Наиболее развитых Культурных наций Европы Превратилась Из такой нации В людоедов Так вот Именно так Просто Вся пропаганда Все средства Массовой информации Оказались В руках Одного Человека По имени Геббельс И он знал Как этим пользоваться Но то Что происходит У нас сегодня А тут Примешивается Не только Так сказать Идеологический Элемент Просто скажем Хитро сделанные Цукер И Дорси Понимают Что Комитеты В Сенате И в Конгрессе Скоро возглавят Демократы И они Поэтому Так сказать С усиленной С утроенной силой Внесли свой вклад В дело Очернения Президента И его сторонников Потому что 230 Параграф Этого акта Защищает их От какой бы то ни было Ответственности И вот те люди Которые будут сидеть В комиссиях В комитетах Якобы Слушать их Это люди Купленные Вместе Со всеми Потрохами Со всем дерьмом Вот этими Самыми Дорси И Цукербергом И они Конечно же Никогда не лишат Их возможности Потому что Они Работают В одной упряжке Несомненно Несомненно Ну Вы в двух словах Обрисовали Ситуацию Как она есть Я хочу просто Сказать Что И Германия Нас когда-то Научила Этому И все другие Кстати Страны Ставшие Да и Россия Где мы Родились И многие Из нас Выросли Доказывает Совсем Обратно Что это Как раз Процесс Хотя Энергоемкий Трудоемкий Но Не такой уж Сложный Если Такую нацию Как немецкую Можно было С нее Эту Кожуру Культурности Сорвать Но буквально Несколько лет Потому что Весь режим Существовал Всего 13 Ефим Я вас остановлю Давайте Человек пытается Дозвониться Длительное время Давайте Разумеется Разумеется Алло Да пожалуйста Здравствуйте Во первых Я хочу Сказать Вот вы только что Сказали Про этот Случай Это по-моему Какой-то Журналист Который был На демонстрации А потом сразу Вернулся В отель Спать лег Да Это он сказал Что он просто Хотел понаблюдать Это один из лидеров Это не журналист Это один из лидеров БЛМ Из штата Юта А Салливан Вы имеете в виду Салливан Да А А я думала Что Про кого-то Из наших Он сказал Что он хочет Понаблюдать Я как раз Хотела сказать Что Салливан Он просто сказал Я хотел понаблюдать Вот понимаете Вот например Это все равно Как я не знаю Кто-то убил И вы посадили На действие В тюрьму А я убила Я сказала Ну я просто Хотела посмотреть Там пойдет Или не пойдет То есть это Всегда двойные Стандарты Для нас Поэтому Такие дела Никто не удивляется Да Он сказал Ему поверили Он хотел посмотреть Да Как же Ну хорошо Я хотела сказать Что Это же Известное дело Что Если бандюгяи В деревне Взяли власть И она И пять И семь лет Держится Так понятно Что они Распоясываются И все больше И больше Так сказать Захватывают Там не знаю Домов Или умов Или не знаю чего Понятно все Спасибо Ну ладно Спасибо Все хорошо Я всем вам желаю Пережить Но здесь есть Одно Неприятное Но Которое Крайне огорчительно Для всех нас И для меня в том числе Хотя я сейчас там Не живу Среди вас И это То Что Такая власть Не держится Пять или семь лет Как вы сказали Она держится Гораздо Дольше И в мире Нет примеров Когда Такие режимы Рушились бы Сами По себе Если не рушится Государство В целом Советское Рухнуло А с ним рухнул Режим И благодаря этому Рухнули режимы Восточной Европы И кстати еще У них было На что ориентироваться Была Америка Демократическая Откуда можно было И послушать Какие-то Правдивые известия И посмотреть Правдивые примеры И так далее А во всех остальных Слушателях Случаев Но я мог бы И привести десятки Это и все Куба с Венесуэлой Но это и более Старые диктатуры Китайская Корейская Иран Что хотите Возьмите там Все эти диктатуры Держатся Не по семь лет И не по пять лет Они умеют Имитировать Процесс выборов Он уже никогда Не становится Повторяю Если нет внешней силы Войны какой-нибудь Там Покорения Распада Государства То Они уже Никогда Не могут потерять Власть Есть масса метров И некоторые из них Вы просто сейчас Сегодня Завтра Видите Это и возникновение Новых демократических Так называемых Кавычках Штатов Где Сразу Как бы Расстановка сил Соотношение сил Изменится Это и впуск Миллионов И легализация Миллионов Мигрантов Это и Гонение На конкуренцию Политическую Уже сейчас Раздаются Ефим Давайте попробуем Еще Голоса О том Чтобы республиканскую партию Поставить на место Чтобы она была Вспомогательной силой Которая никогда Не придет к власти У которой нет политических Амбиций Давайте Добрый день Пожалуйста Добрый день Я сегодня Сижу на интернете И Трамп возвращается Во Флориду В это место Где он живет Пришел корреспондент И соседи Спрашивают К вам приезжает Завтра Трамп Приезжает А мы не хотим Мы Мы не хотим И вообще Мы хотим Переделать Флориду Демократическую Но 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 Я не понимаю А кто 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 Хозяин Не хозяин Есть какие-то Правила Права Что-то Я не знаю Как это понять Ну там Ну там По поводу Маралага К Трампу Приявляются претензии Что В соответствии С зонингом Это не является Жилой Зоной Ну Это все Мелочи По сравнению Вот скажите То что происходило В Германии Ефим То что происходило Вот наши эти Либеральные друзья Говорят Вот то что Происходит Соцсетями И так далее Это все законно Потому что Это не государство Первая поправка Охраняется В смысле Если государство Не может Сензировать А вот А вот эти Как бы И вот говоря О законности То что происходило В Германии Это же было Все законно Это же принимались Такие законы Ну разумеется Это вот то что Ждет нас В ближайшем будущем Поскольку И Конгресс И Сенат И Белый дом Принадлежит Демократам Так законы Которые они будут Принимать А потом Благодушные Лаера будут Говорить Ну все же законно Закон же позволяет Это же все по закону Есть такие у нас Адвокаты тут Особо одаренные Все же по закону Давайте Примен еще за Добрый день Пожалуйста В эфире Какой строй Такой закон Говорите Да Вот у меня вопрос У вас такой Когда Трампа Хотели Импичить Первый раз И не запустили Республиканцы Этих самых Как называется Свидетелей На что это Похоже Одникалый раб И когда Он получается Как король И когда Благоев Каких свидетелей Не пустили Вы о чем Говорите Столько О чем вы говорите Голос Не нужно кричать Я вам цивилизованно Спрашиваю А я вам цивилизованно Вы очевидно Не следили Или не смотрели Или вы Как Что-то Где-то Начитали С какого-то Бреда И Иванович Выступал И Вингман Выступал То есть Все люди Которые Были замешаны В этом заговоре Выступавшие Против Трампа Все имели Возможность Выступать Каких еще Свидетелей Вам не хватает Ну Если говорить О втором Импичменте Вот это Другой вопрос Это не вызывался Ни один Свидетель Не было Принято Ни одно Показание Ни эксперты Ни адвокаты Никому не дали Выступить Выступили Только Оголтелые Оголтелые Леворадикальные Отрепья Заседающие В Конгрессе И каждый Высказывал Обзывал Трампа Расистом Суперрасистом Супремасистом И кем только Не обзывал И на основании Их Оголтелого Леворадикального Мнения Трампу Предъявили Обвинение Вот все Что Это Такой Грустный Цирк Происходил У вас Это не вызывает Вопросов Друг мой У вас Это не вызывает Вопросов То есть Я могу смело Так сказать Не зная вашей биографии Отнести вас К категории Новотрамперов Которые до сих пор Думают Что Трампа Посадил Путин В Белый дом Которые до сих пор Винят Трампа За Украину Которую в 14-м году Там Путин Крым захватил Вот к этой категории Я вас могу отнести Простите уж Ну ладно Ребята Первый Первый импичмент Вообще Как сейчас ясно Был Сварганен ФСБ В Кремле Иначе говоря Первый импичмент Был на основании Папки документов Подсунутой Кремлем Потому что Не Трампу И не Демократическому миру Был выгоден А именно Кремлю И сейчас Все что идет Идет только В пользу Кремля и Путина Уже первым Своим распоряжением Хочет Или одним из первых Не берите меня за слово Хочет Байден Отменить Отменить бойкот Северного потока 2 Что это даст Ну это даст Путину второе дыхание Он сейчас Не имея Никаких поступлений В валюте Он ждет Не дождется Пока Байден Отменит этот бойкот На Северный поток 2 И так и будет И снова будут говорить Что-то Про Заговор Трампа Но это же все Это Как говорится Школа для дураков Все это Сделано И идет По определенному сценарию В конце которого Будет Как сказала Вчера Кстати В Сенате Или в Конгрессе Обе палаты были Сказала Модераторша Или журналистка И СНН Нужно Начинать Процесс Депрограммирования Трампистов То есть Они запрограммированы Им А нужно Их Распрограммировать Чтобы они были Все Нашей верой Послушная стада Или расчеловечить Как это делалось В Германии В 30-е годы По отношению К евреям Расчеловечить Потому что Всех Кто поддерживал Трампа Это на самом деле Все расисты Все недочеловеки По мнению Одного из лидеров БЛМ Поскольку у нас Недостаточно Меланина В крови То есть Расчеловечить Всех Всех Нас Скопом 75 миллионов Человек Отнесли К террористам Для начала Назвать их Внутренними Террористами А с террористами Какое Обращение Правильно Именно к этому Все и ведет И поэтому Любое Так сказать Мнение Несогласованное С линии Партий Мало того Что Соцсети Глушат Все подряд Так на CNN Обсуждается Вопрос Каким образом Можно Скажем До конца Добить Факс Ньюс Поскольку Там еще Осталось Несколько Человек Которые Не легли Под Левачье Мало того Так они Теперь еще Думают О том Каким образом Заткнуть Ньюс Мэкс Который Совершенно Независимый Канал Начинает Набирать Обороты И уже Так сказать Пользуется Популярностью В отличие От этих Проституток Работающих На CNN MSNBC То есть Заткнуть Всем Рот Сделать Из нас Врагов Как хотите Называйте Но Расчеловечить Так по Такой термин Применялся В 1984 Написанном Оруэллом Расчеловечить То есть Если ты не согласен С мнением Каким-то Высказанным Там Байденом Хэрисом Или Ватовой Пелоси В общем Идеологическими Какими-то Штимпами То Ты уже Не человек Ты уже Террорист Внутренний И Если вы Посмотрите Основные Нетворки То Именно В этом Направлении Они работают Тут Все Мы Мы Не до Человек Мало того Мы Нелюди Мы Нелюди Мы Расисты Фашисты Как хотите Нас Называйте И это Мне еще раз Напоминает Тридцатые годы В Германии Когда Из евреев Сделали Нелюди Когда Ну В общем Уважаемый Господин Который Или Неуважаемый Который Звонил Чего Чего Я так Голос Повышаю Да потому Что Возмущению Моему Нет предела Если Вы Этого Не видите Если У вас Ум Короткий И если У вас Нет Исторической Памяти То я Это Вижу Чувствую Я Вижу Что Происходит Поэтому У меня Моему Возмущению Просто Нет Предела Да Сергей Вы Правы Есть еще Звонки В студию Телефон Студии 847 400 5200 Я Хотел Только поправить По поводу Первого Импичмента Который Был Импичмент Строился На якобы Одна баба Сказала Виндману Алексу Что якобы Президент Трамп Что то там Сказал Не то Не очень Хорошее И не следовал Вообще Его указаниям То есть Он был Как бы Советником По Украине А президент Трамп Не следовал Его указаниям А вся Вина Президента Трампа Сводилась К тому Что он Сказал Президенту Зеленскому Дескать Тут у вас Тут разговоры Идут Про коррупцию Про Бурисму Про Байденов Вы бы там Разобрались Что собственно На самом деле Является Абсолютной Чистейшей Правдой И вот За то Что Президент Трамп Обратился К президенту Украины С тем Чтобы он Разобрался С коррупцией Воришка Жулик Коррумпированный До мозга Костей Байден Стал Президентом А президенту Объявили Импичмент И в то время Когда президенту Объявляли Объявляли Импичмент В ЦРУ Простите В ФБР Находился Лэптап Хантера Байдена Который Стал его в ремонт По пьянке И забыл Обдолбанный Очевидно Был в очередной раз В котором были Все доказательства Их деятельности Мало того В котором были Все картинки Видеофильма Неприглядного Поведения Этого Хантера Которого Байден Говорил Он же самый умный Человек С которым я общаюсь То есть У ФБР Были все основания Для того Ребята Подождите Вы о чем говорите На самом деле Вот тут есть проблема Нет Но к сожалению В ФБР Работают тоже люди И тоже Не очень порядочные И тоже К сожалению Занимаются Не тем Чтобы докопаться До истины И вывести На чистую воду Преступников А тем Чтобы поддержать Одну партию Вот Это беда Это люди Которые должны Заниматься расследованием И вот сейчас Некоторые Скажем Республиканцы Которые ожидают Трампа решительных действий После выборов Обвиняют его в том Что он был Нерешительный Он не расследовал Клинтона Не расследовал Коми Он не расследовал И не посадил И не расстрелял Я пытается Я пытаюсь Объяснить Трамп Республиканцы 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 К какому-то К кому-то К кому-то Фашистскому Вот он Находится На полпути Но направление Движения Всегда Одно и то же Поэтому Не случайно Они называются Леволиберальными Мыслителями Им Всегда Хочется Именно того Что загубило Им хочется Ровности Равенства А не свободы Но не стану Здесь теоретизировать Я просто хочу сказать Что вы пытаетесь Убеждать Ефим Дорогой Либерализм Понятие Определение Либерализма Если говорить О либералах И о либерализме Ведь демократы Настолько Далеко Далеко Ушли От понятия От истинного Понятия Либерализма Что они Мало того Что они С этим понятием С истинным Понятием Либерализма Не имеют Ничего общего Они являются Злейшими врагами Движение Либерализм Никак не мог Себе Так сказать Даже в мыслях Представить Что будет Организована Какая-то цензура Что будет Организован Какое-то Что-то Нечто подобное Понимаете О чем я говорю Не надо Нет Не понимаю Потому что не согласен Когда слишком Много Человек повторяет Слово Истинный Значит он уже Не прав Хорошо Я не буду повторять Слово истинный Просто если Идеалом Прикрыть Довольно Неопрятную Действительность Неприятную Хорошо Вот поэтому Трижды истинный Это так звучали Искатели социализма Он был не истинный А вот истинный Он же Он гораздо лучше Забудьте Забудьте вообще О том Что этот мир Сейчас живет фактами Он не живет фактами Это постфактический мир Вот хотим Сделаем Из ваших фактов Все наоборот И докажем вам Что он людоед Вот и все Вы абсолютно правы Мир не живет фактами Мало того Значительную часть Населения Факта не интересует После того Как были раскрыты Рассекречены документы Эркросс Хюрракейн По моему Называлась операция По устранению По недопущению Трампа Скажем В Белый дом Эти документы Рассекречены И что вы думаете А те особо одаренные Или волшебные На всю голову Люди Которые до сих пор Верят Что Путин Посадил Трампа В Белый дом Они читали эти документы Или их это интересует Но Это же факты А факты их не интересуют А как всякий Глупый человек Они верят легенде Они верят методичке ФСБ Методичка ФСБ Создала эту легенду Для того Чтобы повысить авторитет И престиж Путина Показав Что он может все В этом мире Посадить Снять И так далее На самом деле Они работают Именно по методичке ФСБ Они покорно Повторяют То Что в этой методичке ФСБ Написано Все что делает Трамп Это на пользу Путина На самом деле Все что делал Трамп Это было на пользу Америки А польза Америки И польза путинского режима Это две разных пользы Они несовместимы Совершенно Они в конфликте Поэтому все что делал Трамп Было плохо для Путина На самом деле И здесь нужно не слова какие-то Не то что он сказал о Путине Какой замечательный человек А дела Вот это единственное что определяет Вообще На самом деле Вот этот девиз Америка ферст Это то чем руководствовался Трамп Он не делал для того Чтобы что-то сделать плохо тому Или что-то сделать плохо другому Он делал все для того Чтобы было хорошо Нам Проживающим Гражданам США Все А все остальные Это так сказать Побочные эффекты Которые имели место быть Он делал все Он справедливо говорил Меня избрали не президентом мира Меня избрали президентом Соединенных Штатов Америки И моя задача сделать все Чтобы американскому народу Жилось меньше Собственно каждый президент Любой страны Должен поступать точно так же Должен действовать В интересах своей Собственной страны Своего собственного народа Ну что может быть мудрее Толковее И правильнее Чем то Что делало О чем говорит Трамп Ефим Огромное вам спасибо К сожалению Время много не осталось Больше не осталось Извините Что я у вас украл массу времени В следующий раз Я вам отдам все время Будете говорить Даже перебивать не буду До следующей встречи Это же живой разговор Спасибо большое Всего доброго Пока Пока